Это сквозно американский эфир из Нью-Йоркской студии Арт-Вязи, Диана Лесничья. Здравствуйте, сегодня 13 марта, понедельник и начинаем по традиции с главных новостей дня коротко. Трамп был неправ. Я не мог отменить итоги выборов. Бывший вице-президент США Майк Пенс подверг критике экс-главу Белого дома Дональда Трампа за его роль в нападении на Капитолий 6 января 2021 года. Министр финансов Джанет Йеллен тесно сотрудничает с банковскими регуляторами после краха банка Silicon Valley Bank. Елен заявила, что провела работу с профильными органами для разрешения сложившейся ситуации. Китай обладает самым передовым в мире гиперзвуковым арсеналом. Об этом заявил представитель военной разведки США Пол Фрейслер во время выступления перед Комитетом Палаты представителей по вооруженным силам. Обмена не будет, Белый дом опроверг заявление, сделанное в МИД Ирана об обмене заключенными. В Вашингтоне подчеркнули, что США намерены добиться полного освобождения всех удерживаемых Исламской республикой американцев. Илон Маск хочет построить в Техасе город для сотрудников Тесла и SpaceX. Он разместится на территории, эквивалентной по площади четырем центральным паркам Нью-Йорка. Финансовые регуляторы США закрыли второй за неделю американский банк Signature Bank. Ранее был закрыт банк Silicon Valley и регулятор взял под контроль его депозиты. Как объявила Федеральная корпорация по страхованию депозитов, это крупнейшее банкротство Банка США со времен мирового финансового кризиса более 10 лет назад. Регулирующие органы США при банкротстве уже второго крупного банка за неделю говорят о серьезном системном риске. На прошлой неделе, когда мы узнали о проблемах банков и какое влияние они могут оказать на рабочие места, малый бизнес и банковскую систему в целом, я поручил своей команде действовать быстро, чтобы защитить эти интересы. И они это сделали. В пятницу государственный регулирующий орган взял под контроль аксивы Silicon Valley Bank, а в выходные он взял под контроль аксивы Signature Bank. Министр финансов Елен и группа банковских регуляторов приняли немедленные меры. Так Байден пообещал, что все вкладчики банка будут иметь полный доступ к своим вкладам, но налогоплательщики не понесут никаких убытков. Высшее руководство отстранили от должностей. Регулирующие органы подчеркивают, что банковская система США остается устойчивой во многом благодаря проведенным после финансового кризиса 2008 года реформам. По данным Департамента финансовых услуг Нью-Йорка, Signature Bank, коммерческий банк, зарегистрированный в штате Нью-Йорк, имеет почти 2000 сотрудников и около 40 отделений в большинстве штатов США. По состоянию на 31 декабря 2022 года банк имел общую сумму активов около 110 миллиардов долларов и общую сумму депозитов около 88 миллиардов долларов. Я очень благодарна администрации Байдена за их быстрые действия. Мы были на связи все выходные. И они сделали все необходимое, чтобы мы здесь, в Нью-Йорке, были уверены, что банк Signature также был включен в список тех, кто получил дополнительные меры защиты. В Белом доме заметили, что ситуация с калифорнийским банком может представлять большой риск для нашей стабильности. Мы не хотели, чтобы люди, проснувшись сегодня утром и решив забрать свои деньги из банка из-за неопределенности, заставили и всех остальных бежать в свои банки и изымать средства. Это могло породить нестабильность в банковском секторе и принести глобальные негативные последствия для всей экономики. Это была Кэти Хоккл, губернатор Нью-Йорка. По оценкам экспертов, под угрозой закрытия еще как минимум три американских банка. First Republic Bank, Pacific Westerns и Western Alliance. Сейчас с нами на прямой связи Евгений Гуревич, финансовый консультант. Евгений, здравствуйте. Спасибо, что присоединились. Добрый день. А что вообще в двух словах произошло и почему с этими двумя банками, в частности, с Silicon Valley и потом уже сразу Signature? Что произошло с этими банками? Эти банки являются средними по размеру и они достаточно в крупном объеме своего бизнеса, связаны с криптобизнесом, с высокотехнологичным бизнесом и так далее. И из-за того, что начались очень агрессивно подниматься ставки, их инвестиции, то есть стратегия по размещению их средств была как бы несовместима с тем, что к ним обратились, это классическая ситуация, к ним обратилась сразу достаточно большая, большой процент их клиентской базы, за тем, чтобы вернуть свои депозиты. Если говорить простым языком, они не смогли достаточно быстро ликвидировать те активы, которые у них были на балансе, для того, чтобы вернуть деньги тем, кто держал их в этих банках. А вообще о каких системных рисках в данной ситуации говорят регуляторы, после того, как эти два закрытия и банкротства произошли? Если бы регуляторы не действовали так решительно и быстро в течение выходных, то мы могли бы увидеть сценарий так называемого классического bank run. То есть, когда из-за паники, грубо говоря, люди, которые держат деньги на счетах, не только в этих банках, но и в других банках такого же размера, все одновременно бросились забирать свои деньги. И вот это уже был бы системный риск, потому что ни в одном банке, если одновременно все, не инвесторы, а все, у кого есть счета в этих банках, пошли бы забирать свои деньги, закрывать свои счета, ни в одном банке нет достаточно активов и ликвидности, чтобы закрыть эти потребности клиентов. Вообще, насколько велика вероятность, что вкладчики, которые все-таки видят эту ситуацию и сейчас, действительно могут испугаться и все-таки пошатнут вот эту стабильность банковского сектора? Ну, я думаю, тот факт, то, что ФЭД и регуляторы, опять же, сказали, что все депозиты сохраняются в целости и сохранности, скорее всего, предотвратит такую ситуацию. Тем не менее, на биржах сегодня акции многих банков среднего размера очень сильно подшатнулись, падая от 30 до 50 процентов за один день. Это очень опасная и серьезная история. И, конечно, мы можем еще увидеть некоторую волатильность в ближайшие дни. Но, опять же, в отличие от 2008 года, с моей точки зрения, системного риска для обыкновенных людей, обыкновенных бизнесменов, которые просто или там обыватели, которые держат свои деньги даже в банках среднего размера, на данный момент не предвидятся. Ну, а можно... вот Байден, он как-то очень витиевато сказал, то есть он сказал, все честные вкладчики получат свои деньги обратно, но он говорил о тех, кто еще якобы доверился и знал, на что шел. И вот эти люди своих денег не получат. Кого он имел в виду? Он имел в виду, в первую очередь, акционеров банков. Он имел в виду, скорее всего, даже тех инвесторов, которые покупали облигации, привилегированные акции и другие финансовые инструменты. Эти деньги не вернутся инвесторам, поскольку это действительно финансовый риск, который люди брали на себя, люди, которые понимали в своем большинстве, что они делают, и у них никто спасать не собирается. Ну, то есть, по-вашему, кризиса бояться не стоит? Есть определенная вероятность того, что ситуация может ухудшиться, но я думаю, что она низка. Спасибо большое, Евгений Гуревич, финансовый консультант, был с нами на прямой связи. Спасибо, что присоединились. И у нас еще один гость, это Кайл Шосток, президент CEO навигатора Квизишн Корп, член Американно-Российской торговой палаты. Здравствуйте, спасибо, что присоединились. Добрый день. А означает ли вообще то, что произошло, что рай для стартапов в Калифорнии ждут тяжелые времена? Ведь, собственно, Silicon Valley Bank играл непропорционально большую роль такой главной артерии в этой экосистеме, и теперь ужесточение финансовых условий практически неизбежно. Вы правы в том, что Silicon Valley Bank играл большую роль для стартапов в Калифорнии. Он действительно был основан группой, как мы видим, очень продвинутых венчурных столицы, которые заточены под высокотехнологичные компании. И можно сказать так, что непропорциональную роль для развития этих компаний не только в Силипоновой долине, но и в других локациях, где у них были офисы, в частности в Израиле, этот банк играл. Но сложно сказать, что это не единственный банк, который был построен на этой модели. Существуют и действующие банки. Список этих банков примерно понятен. Он где-то стоит с 7-8 позиций. И вот за последний день мы увидели банкротство двух еще дополнительных банков из этого же списка. То есть для меня, например, нет таких сюрпризов. То есть, по-вашему, стоит ждать, что и остальные банки, вот я, например, в частности перечисляла, да, First Republic Bank, Pacific Westerns, что они по цепочке тоже могут сейчас закрыться? У нас, к сожалению, с вами очень сильно почему-то прерывается связь. Мы вас отлично видим, но слышим с большими перебоями по непонятной причине. Давайте сейчас попробуем перенабрать вас, чтобы, возможно, нам было лучше вас слышно. А я напомню нашим зрителям, что за последнюю неделю громким образом закрылись два банка. Во-первых, это был Silicon Valley Bank, базирующийся в Калифорнии. И уже в эти выходные это был Signature Bank со штаб-квартирой в Нью-Йорке. И, собственно, нью-йоркским властям пришлось серьезно взаимодействовать с властями в Вашингтоне, чтобы этот процесс прошел максимально мягко и легко и не спровоцировал крах по цепочке других банков. Мне кажется, связь уже установлена. Сейчас попробуем проверить звук, насколько хорошо сейчас все работает. Кайл Шосток, напомню, с нами на прямой связи. Слышно ли меня? И давайте проверим, слышим ли мы вас. Я вас вышел. Мы пока вас тоже. Давайте продолжим тогда. Насколько сейчас велики риски для банковского сектора в целом и вот для этих банков из списка, о которых вы сказали? Для банков из списка однозначно риск очень высокий. Но надо сказать, что даже в целокупности эти банки не превосходят по размерам активов и по значимости их какой-либо крупный американский отдельно стоящий банк. Это все банки второй, третьей десятки. А про Silicon Valley тоже можно было так сказать? Про Silicon Valley можно было так сказать тоже. И наибольший эффект падения этих банков будет иметь в моменте для криптоиндустрии. Вот если говорить про криптоиндустрию и про партнерские банки, которые обслуживали криптокомпании... То есть криптовалютные рынки могут тоже... Как раз самыми уязвимыми сейчас являются криптовалютные рынки, потому что как раз этот список, это список банков, партнеров, криптовалютных операторов. И, собственно, вот мы про них сейчас говорим, потому что они в самом большом риске. У них вообще валилась вся инфраструктура рынка в последнее время, как мы знаем, валились биржи. И то, что сейчас выпали, стали банкротами вот эти банки, я бы назвал частью вот этой сыпающейся инфраструктуры крипторынка вообще. А вот Трамп тут обещает Великую депрессию. Может быть, он про это все и это самое начало? Я не связывал бы заявления политиков, я смотрел бы просто на экономический эффект. Экономический эффект пока очень четко прослеживается по степени с большая до меньшая. Вот самый большой эффект это для криптоиндустрии. Она действительно страдает очень сильно. Это дополнительный камень в высокогород, можно сказать так. Банковский эффект не повторит опыт 2008 года. Здесь просто нет такой массы и нет такой глубины. Даже если вкладчики испугаются и побегут изымать средства из других банков, не разобравшись с ситуацией. Может такое быть? Я думаю, что СФЕД поступает очень разумно в том плане, что он дает все сигналы того, чтобы клиенты этого не делали. И банки банкам рознь. Я не думаю, что произойдет какое-то массовое изъятие средств из таких крупных банков, как Сити или JP Morgan. Этого просто не произойдет. То есть кризиса мы не ждем и не боимся? Я вижу локальные проблемы с ликвидностью для банков из конкретно списка. В основном криптофрендли, так называемых банков. Да, действительно, им предстоят очень тяжелые дни. Я вижу прессинг на торговлю акциями банковского сектора. Но ничего критичного я не вижу, потому что банковская система американская хорошо капитализирована. Это не 2008 год. И СФЕД предпринимает, уже предпринял шаги по прямому кредитованию этих банков. И это мы увидели. Все произошло вовремя. Спасибо вам огромное. Акал Шостак, президент CEO Navigator Acquisition Corp и член Американно-Российской торговой палаты, был с нами на прямой связи. Бахмут раздора. Издание «Политика» выпустило к другим темам материал, в котором утверждается, что между Белым домом и Киевом возникли трения из-за вопросов стратегии обороны восточно-украинского города. Как сообщается, чиновники в Вашингтоне боятся, что из-за многочисленных трат живой силы и техники крупное контрнаступление ВСУ, запланированное на эту весну, может подорваться. В условиях этой войны Бахмут для Киева — это не столько стратегические, сколько символические объекты. Сдавать этот город наступающей российской армии украинские власти не собираются. Ресурс «Политика» также сообщил, что по оценкам американской разведки, газопровод «Северный поток» был подорван некими неназванными проукраинскими гражданами. Об этом, в частности, также писала газета «Нью-Йорк Таймс». Некий анонимный чиновник, которого цитирует издание «Политика», сообщил, что, по его мнению, действующая администрация в Белом доме расколота по вопросу, какое именно оружие стоит отправлять Украине. Член Комитета Палаты представителей по иностранным делам, республиканец Майкл Маккол, находится в постоянном контакте с высокопоставленными чиновниками Байдена. И, по его словам, в Вашингтоне по большей части поддерживают предоставление Украине систем «Атакмс». Но администрация действующего президента пока блокирует поставки ракет большой дальности. Издание «Политика» полагает, что, во-первых, это связано с тем, что в арсенале США их и так мало, а во-вторых, есть опасения, что Киев может нанести удар по целям в глубине российской территории, что, в свою очередь, приведет к эскалации войны. К слову, Маккол войну в Восточной Европе рассматривает в том числе, как и поле, на котором может появиться Китай. Об этом он, в частности, публично заявил две недели назад во время выступления перед коллегами-законодателями. Директор ЦРУ Бернс недавно заявил, что у американской разведки есть основания полагать, что Китай рассматривает возможность отправки летального оружия в Россию. Все это происходит в преддверии предстоящей встречи председателя СИИ и Путина. Между тем, глава целевой группы Клепта Кепчер, она осознана для соблюдения санкционного режима, в интервью «Сошейдед Пресс» сообщил, что вверенное ему подразделение начинает новый этап в работе. Специалисты сосредоточатся над выявлением тех, кто профессионально помогает околокремлевским олигархам обойти американские санкции. Новые меры коснутся также тех, кто нарушает экспортный контроль. По состоянию на сегодня, всему миру были заблокированы или заморожены активы россиян на сумму свыше 58 миллиардов долларов. По данным отчета Минфина, арестованное имущество включает в себя активы Виктора Виксельберга. Это, в частности, две роскошные яхты стоимостью 300 миллионов долларов, а также шесть объектов недвижимости в Нью-Йорке и Флориде. Их оценивают в 75 миллионов долларов. Итоговая цель этой работы — попытаться предложить некоторую скромную помощь Украине посредством конфискации. Мы достигли некоторого успеха в рамках нашей санкционной политики. Если говорить о сделанных уже арестах, то речь идет об имуществе на сотни миллионов долларов. Всеми этими вопросами занимается Министерство юстиции. Мы не будем изымать активы, по которым суд не принял решение о конфискации, потому что иначе на это нет законных оснований. Таким образом, вопрос о том, что можно сделать с арестованным активом, сильно отличается от того вопроса, какие действия могут быть предприняты с полностью конфискованным имуществом. А издание New York Times рассказало, что Пентагон выступает против предоставления Международному уголовному суду в Гааге доказательств военных преступлений России в Украине. Речь о материалах, собранных американскими спецслужбами. В том числе это данные о том, что кремлевские чиновники лично санкционировали бомбардировки украинской гражданской инфраструктуры. Собеседники New York Times объясняют действия американского Минобороны опасениями создать прецедент, после которого все тот же суд в Гааге сможет преследовать военнослужащих США за события в Афганистане. Источники газеты утверждают, что еще 3 февраля Совет национальной безопасности созвал заседание Комитета руководителей. На нем попытались решить возникший спор, однако министр обороны Ллойд Остин в очередной раз выразил свои возражения. Напомним, во время предвыборной гонки республиканцы пообещали, что взяв под контроль Палату представителей, они возложат на администрацию Байдена ответственность за последствия вывода американского контингента летом 2021 года. Эту операцию оппоненты Байдена называют хаотичной. Сейчас с нами на прямой связи наш гость Григорий Иоффе, профессор Редфордского университета. Здравствуйте, Григорий, спасибо, что присоединились. Вот по-вашему, почему американская Миноборона опасается, что расследование военных преступлений российской армии в Украине может создать прецедент для аналогичного по событиям в Афганистане с участием войск США. Какие для этого есть основания? Ну, вы практически исчерпывающим образом это объяснили, потому что это действительно прецедент. И американцы долгое время вообще не признавали этот суд ГАИ. То есть они признавали его как некий орган международный, но они отказывались сотрудничать с этим органом. Именно из-за опасения, что американские военнослужащие будут в числе подсудимых. Республиканцы говорили, что после того, как они придут к власти, то займутся выяснением причин того, что они называют хаотический вывод войск из Афганистана. Пока этого не произошло. Не кажется ли вам, что это всего лишь такая политическая риторика сторонников Трампа, и не больше, или все впереди еще? Ну, во-первых, многое еще впереди. Во-вторых, понимаете, сейчас неизвестно, чем раньше заниматься. Сейчас повестка дня настолько полна, и все эти заседания профильных комитетов Конгресса переполнены этой повесткой дня. Вот к вопросу, который вы непосредственно затрагивали. Несколько дней назад на заседании одного из таких комитетов флоридский конгрессмен Мэп Гетт опрашивал, задавал вопросы высокопоставленному представителю Пентагону. И он сделал любопытное вступление. Он говорит, что вот известно, что Украина достаточно коррумпированная страна. Тот говорит, вам это известно. Тот говорит, да, известно. И он привел четыре примера. Недавнее увольнение министра строительства, который украл 200 тысяч долларов. Отставка заместителя министра... От заместителя руководителя администрации Зеленского, поскольку тот не смог объяснить происхождение своих спортивных автомашин. Отставка замминистра обороны. Жена одного бывшего высокопоставленного политика попыталась пересечь границу с Венгрией с 22 миллионами долларов. Кешет. И после этого вступления он напомнил этому высокопоставленному представителю Пентагона о существовании Arms Control Act. Это акт контроля за вооружениями, который представляется за рубеж. Этот акт от 1996 года. И стал спрашивать его вообще, подвергается ли военная помощь Украине, так сказать, контроль с позиции этого. Тот, конечно, ничего вразумительного не мог сказать. То есть, знаете, что происходит? Такая масштабная помощь, которая исчисляется в сотнях миллиардов долларов, она не может на определенном этапе не рассматриваться на фоне тех обстоятельств и тех факторов, которые возбуждают или генерируют определенные эмоции внутри страны, оказывающие эту помощь. Какие это факторы? Ну, например, вот этот акт контроля за военной помощью 1996 года. Далее. Проблемы внутри страны, на решение которых нужно много денег. Вот недавно была эта авария в Ист-Палестайн, в Ахайо, на границе с Пенсильванией. Республиканцы, безусловно, ежедневно спрашивают, вот вы помогаете Украине, а помогли ли вы преодолеть вот это вот бедство? Проблемы с инфраструктурой. Банки сейчас начали рушиться. Уже два банка обрушиваются, и правительство собирается... И они, как говорят, не последние, скорее всего. Да, и правительство собирается выплачивать страховки, а там минимальные вообще вклады 250 тысяч долларов. Вот к вопросу финансов я хотел спросить, что в последнее время умеренные республиканцы критикуют демократов за недостаточные объемы помощи Киеву, а их радиокальное право, про-трамповское крыло, требует, наоборот, остановить помощь Украине вовсе. А стоит ли ожидать, что по мере развития событий на фронте позиции политиков как-то будут корректироваться? И в какую сторону, если да? Ну, думаю, что этого ожидать стоит. Вот та статья о политиках, которую вы обильно процитировали, она статья с таким довольно вегетарианским содержанием с точки зрения демократов. Там же не затрагиваются ни геостратегические вопросы, ни электоральные вопросы, которые имеют прямое отношение к сюжету. Ну, например, вот на следующей неделе, если я не ошибаюсь, будет визит Си Цзепина в Москву. А ведь существует точка зрения, что американцы, по сути дела, подталкивают Китай к тесному сотрудничеству с Россией, а их совокупный экономический потенциал превосходит экономический потенциал США. Так вот, что на эту тему делать? Дальше. Начались активные действия в пределах избирательной кампании. Выборы все-таки не за горами в ноябре 2024 года. Как Конгресс, так и президентский выбор. Бывший президент Трамп, 45-й президент, который баллотирует сегодня, вновь он недавно заявил, что администрация Байдена подталкивает Америку к Третьей мировой войне. Понимаете, миллионы, миллионы людей, которые прислушиваются к Трампу, безусловно, не оставили это без внимания. А это все контекст вот этой помощи. Понимаете? Поэтому я предполагаю, что могут произойти существенные изменения с точки зрения отношения к этой помощи, которую администрация собирается оказывать, как они говорят, as long as it takes. То есть столько, сколько надо. Это может пошатнуться. Сейчас говорят о закулисных разногласиях между Белым домом и, собственно, Киевом по поводу цели окончания войны. У нас буквально полминуты с вами и сроков ее завершения. Как вам кажется, действительно ли есть разногласия? Понимаете, очень трудно говорить о разногласиях в том случае, если одна из сторон вообще не сформулировала четко, я имею в виду администрацию президента, украинская администрация как раз сформулировала, что и иначе. А администрация президента Байдена абсолютно не сформулировала ни цель, ни приемлемые результаты. Поэтому как можно говорить разногласия между чем-то четким и облаком в штанах? Довольно странная ситуация. Спасибо большое. Григорий Уф и профессор Редфордского университета был с нами на прямой связи. Спасибо, что присоединились. К другим темам администрация Байдена одобрила скандальный проект Уиллоу по добыче нефти на Аляске. Одновременно с этим президент объявляет всю американскую зону Северного Ледовитого океана закрытой для добычи нефти и газа. По новым правилам, по разным данным, от 13 до 16 миллионов акров в Национальном нефтяном резерве на Аляске будут недоступны для новых договоров аренды. Исключение, вопреки всем аргументам защитников природы, сделали только для Уиллоу. Этому проекту администрация Байдена, как ожидается, даст зеленый свет уже на этой неделе, поскольку у компании «Конок Филлипс» уже есть подписанный договор аренды. Правда, и там отклонили две из пяти буровых точек предложенных компаний. К словам чиновников из Министерства внутренних дел, это сократит предусмотренные проектом буровые площадки на 40% и существенно снизит масштаб реализации проекта. Уиллоу позволит добывать в пустыне Аляски до 180 тысяч баррелей нефти в день. Против проекта выступают экоактивисты. Они доказывают, что разработка месторождения будет сопровождаться выбросом в атмосферу 280 миллионов тонн парниковых газов и подтолкнет мир к климатической катастрофе. Северная Корея запустила две баллистические ракеты с подводной лодки. По данным военных из Сеула, крылатые снаряды поразили условную морскую цель на расстоянии около 1500 километров от точки пуска. Администрация президента Джо Байдена предоставит Молдове 300 миллионов долларов на энергетическую помощь, а также поделится с Кишиневым данными о попытке Кремля дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом рассказал представитель американского совбеза Джон Кирби. Военнослужащий ВСО Александр Мацеевский, кадры с расстрелом которого попали в интернет, был гражданином Молдовы. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел и европейской интеграции этой страны. Танкер Минерва Джули под флагом Греции в течение недели находился в Балтийском море возле места, где 26 сентября произошли взрывы на газопроводах Северного потока. Об этом сообщает Бизнес Инсайдер. Пограничная служба США остановила несколько сотен мигрантов, в основном из Венесуэлы, которые пытались взять штурмом южные рубежи Соединенных Штатов. Как сообщает агентство Reuters, переселенцам помешали не только силовики, но еще и колючая проволока и барьеры, а также щиты, расположенные на границе. Республиканцы в Конгрессе в замешательстве от версии событий 6 января 2021 года, предложенной Такером Карлсоном, пишет издание Washington Post. Ведущий телеканала Fox News дал в эфир сегмент, который предлагает альтернативную интерпретацию событий этого дня. Карлсон частично полагался на эксклюзивный доступ к более чем 40 тысячам часов видеозаписей с камер наблюдения на Капитолийском холме от 6 января. Их он получил от нынешнего спикера Палаты представителей Маккарти. Знаете, я не собираюсь говорить о других коллегах. Я буду говорить о себе. Любые попытки новостных организаций представить то, что здесь произошло, как нечто иное, чем жестокое, отвратительное нападение на символы демократии нашей страны, возмутительны. Я не уверен, что умные люди понимают, что то, что они говорили в эфире, было неправдой, ложью. И я просто разочарован, что они так дешево продали свою честность. Интересно, что Маккарти согласился поделиться записями именно с Fox News, чтобы заручиться поддержкой ультраправых членов республиканской партии. Реакция республиканцев в Конгрессе стала еще одним показателем раскола внутри партии, когда речь заходит о том, в какой степени ее члены хотят поддержать бывшего президента Дональда Трампа. Обсудим с нами на прямой связи Елисей Богуславский, публицист, политолог. Здравствуйте, Елисей, спасибо, что нашли время. Добрый день, большое спасибо. А насколько, по-вашему, вообще можно было бы доверять эфиру Такера и насколько ему поверили, учитывая, что, собственно, такой монтаж и выборочный показ видео, далеко не всех видео того дня были показаны? Ну, Такер очень популярный ведущий, один из самых популярных в Америке, я думаю, многие ему поверили. И мне кажется, здесь, в принципе, вот такие термины, как вера или ложь, они не совсем уместны. Такер предлагает интерпретацию событий, такер предлагает нарратив, и это совершенно нормально в свободной стране предлагать нарратив. Мне как раз кажется, что куда более симптоматично, и это уже длится очень давно, а истерия в СМИ, которая касается любой, хоть мало-мальски, альтернативной позиции относительно 6 января. То есть это, если вы посмотрите в любых практических публикациях, это не controversy, там нету каких-то более или менее нейтральных, да, или взвешенных позиций. Практически все СМИ, особенно СМИ демократические, говорят об этом совершенно однобоко. И то, что предлагается иная версия, и это вызывает абсолютную истерию, это, ну, мне кажется, очень симптоматично говорит о просто тех законодателях, которые приходят в такой эмоциональный шок, просто потому что, ну, у людей могут быть другие взгляды. А можно ли версию Такера тоже назвать однобокой? Есть ли шанс все-таки у общественности получить какую-то усредненную версию на суд зрителя, скажем так? У общественности есть усредненная версия, это версия, собственно, как бы версия Минюста, это версия, которая касается дел, которые завели их около 1978, при том, что самих участников было около 2000. И я просто любым зрителям предлагаю, есть очень комплексная статья в Википедии, которая посвящена, собственно, делу 6 января, и особенно criminal case, очень симптоматично, что она существует только на одном языке, это английский. Она основана на базе... Она основана на данных, собственно, Минюста, и если вы просто можете посмотреть, какие были обвинения и какие были сроки, и просто сами сделать... То есть, например, человек, который облил спреем вот этого Бриксика, полицейского, который... ...это инфаркта, ему дали 7 лет. Ну вот представьте, да, как бы в России, в Белоруссии, там, я не знаю, в Иране, да, человек кого-то обольет спреем, и ему дадут 7 лет. Вот только что мы будем говорить об этом кейсе. А Бешаман, у него там в кейсе написано прейдинг, ему за это дали 4 года. Опять-таки, это данные, это факты, которые человек, пусть этически сам сформирует, любой человек может сам сформировать свое мнение. Всегда есть противооборствующие нарративы. Например, вот полицейский, который застрелил Эшли Бэббит, он сказал, что этим самым он спас countless lives, бесчисленные жизни. У кого-то в голове убийство безоружной женщины это спасение countless lives. Мне такая этическая парадигма не близка, но вот кому-то близка. Возвращаясь к республиканцам, собственно, и к ситуации в самой партии, может ли это все спровоцировать еще больший раскол там? Какова сейчас обстановка? Есть ли шанс, что все договорятся все-таки? Там был некий общий договор среди республиканцев. Есть сегмент трампистов, которые действительно имеют другую точку зрения. Это даст им очков, потому что, ну, мне кажется, большинству все-таки людей, идея о том, что человек за то, что он где-то прошелся в маске с рогами 24 года, при том, что человек сидит в одиночной камере, теряет 10 килограмм, при том, что мы по кадрам даже тогда видим, что он довольно худо. В принципе, 10 килограмм довольно трудно потерять. Ну, опять-таки, я думаю, что большинство людей в США это достаточно адекватные, этически нормальные люди. И да, это даст очков тем, кто это осуждает. Учитывая все события, остаются ли у Трампа шансы получить достаточную поддержку однопартийцев, по-вашему, чтобы баллотироваться на новый президентский срок? Нет, я, кстати, думаю, что это очень несвязанные вещи, потому что одно дело просто защищать людей от... Ну, в этом случае это были бы просто слишком строгие законы. Они, кстати, от этого не предстают быть законом. Просто, видимо, с ними нужно что-то менять. И совсем другое дело поддерживать Трампа. То есть это две совершенно разные истории. Они как раз могут и расходиться здесь достаточно сильно. Спасибо большое. Елисей Богуславский, публицист, политолог, был с нами на привой связи. Спасибо, что ответили на наши вопросы. И у нас есть еще одна тема, приятная. В Лос-Анджелесе прошла 95-я церемония вручения премии «Оскар». Главными героями вечера стали режиссер Дэниел Шайнерт и Дэн Кван. Их трагикомедийный боевик «Все, везде и сразу» получил награды во всех главных номинациях. Все подробности в материале Лизы Паршиной. Лучший фильм года, лучшая режиссура, лучший оригинальный сценарий, лучший монтаж и не только. Картина двух Дэниелов «Все, везде и сразу» сполна оправдала свое название. Это безумная история, а не молодой владелица прачечной, которая внезапно узнает, что существуют параллельные вселенные, забрала семь наград из одиннадцати возможных и стала главным триумфатором церемонии премии «Оскар». Это просто безумие. Вы все, кто сидит в этом зале, вы наши герои. Но вот «Оскар» в моих руках. Мы с Дэном хотим сказать спасибо нашим матерям, да и вообще всем мамам мира. Главная звезда фильма, 60-летняя Мишель Ео, также получила награду за лучшую женскую роль. Она стала первой в истории актрисы азиатского происхождения, победившей в этой номинации. А также второй цветной женщиной-победительницей. Первой была Холли Берри. Эту награду я посвящаю всем маленьким девочкам и мальчикам, которые выглядят как я. Это символ надежды. Это доказательство того, что все возможно. И дамы, никогда не позволяйте никому говорить, что ваше время ушло. Свой первый «Оскар» благодаря картине «Все везде и сразу» получила и 64-летняя актриса Джейми Ли Кертис за лучшую женскую роль второго плана. Аналогичную награду в мужской номинации забрал ее коллега Кехи Куан. Свою карьеру актер, кстати, начал еще будучи ребенком. В 80-х годах, например, он играл того самого мальчишку-беспризорника в культовом фильме «Индиана Джонс» и «Храм судьбы». Одну из наград на церемонии как раз объявлял Харрисон Форд. Теперь по сети расходятся такие милые кадры. «Я до сих пор не верю, что все это происходит со мной. Раньше я думал, что так бывает лишь в кино, но вот она, американская мечта в действии». Сбылась вчера мечта и у другого, казалось бы, позабытого актера. «И Оскар за лучшую мужскую роль достается Брэндону Фрейзеру за фильм «Кит». В фильме Даррена Аронофски под названием «Кит» секс-символ 90-х играет замкнутого профессора словесности весом в 300 килограммов. Персонаж Фрейзера, как и он сам, страдает от депрессии, а еще пытается наладить отношения с дочерью-подростком. Сам актер называет эту роль главную в своей жизни. Именно она вернула его на большой экран. «Я благодарен режиссеру Даррену Аронофски за то, что он бросил мне творческий спасательный круг и поднял меня на борт корабля «Кит». Эта история была написана Сэмуэлем Ди Хантером, который стал нашим маяком. «Джентльмены, вы обнажили свои сердца размером с кита, чтобы мы могли увидеть ваши души. Никто другой бы так не смог». Лучшим фильмом на иностранном языке стала немецкая антивоенная драма «На западном фронте без перемен», а титул главного мультфильма года ожидаемо получил совсем не детский «Пиноккио» Гильермо Дель Торо. Занятно, кстати, что впервые за 17 лет эту награду присудили не 3D-анимации. Приз за лучшие визуальные эффекты отмечу, забрал новый аватар Джеймса Кэмерона. А «Оскар» за лучшую песню достался индийскому хиту «Нату-нату» из фильма «РРР» или «Рядом ревет революция». В своей категории исполнители из Индии обошли таких мировых звезд, как Риана и Леди Гага. А вот автобиографическая картина Стивена Спилберга Фабельмана, номинированная в семи категориях, вообще осталась без «Оскара». Та же участь постигла и ирландскую торгикомедию Мартина Макдона и «Банша и Нишерина». Хотя на всех других пенопремиях, подводящих итоги 22-го года, история про двух закадычных друзей стабильно собирала награды. Но зато организаторы вечера не поленились и привезли прямиком из Ирландии специального гостя. Это Дженни, одна из главных звезд фильма «Банша и Нишерина». И чтобы вы знали, она не только актриса, но и сертифицированный ослик-поводырь, умеющий оказывать эмоциональную поддержку. Ну, по крайней мере, так мы сказали представителям авиакомпании, чтобы Дженни пустили на борт. Тему эмоциональной поддержки на церемонии, кстати, затрагивали не раз. И отнюдь не всегда в шутку. За мероприятием впервые в истории следила специальная кризисная команда, призванная разрешать все спорные ситуации. К таким мерам решили прибегнуть после прошлогоднего скандала. Тогда, напомню, актер Уилл Смит ударил комика Криса Рока за неудачную шутку о его жене. В этом году пощучин не было, но без скандала все же не обошлось. И всему виной, как ни странно, стала номинация «Лучший документальный фильм», а точнее, его победитель. И Оскар достается фильм «Навальный». Картина канадского документалиста Дэниела Ройера «Навальный» это лента об отравлении российского оппозиционера Алексея Навального в 2020 году. Фильм охватывает события с того момента, как политик вышел из комы в берлинской клинике Шерите и до его задержания в России в январе 2021 года. Вместе со съемочной командой награду получали и близкие Навального. Его жена и дети. Сегодня с нами нет одного важного человека. Самого Алексея Навального, лидера российской оппозиции. Он сейчас находится в российской тюрьме и по-прежнему сидит в одиночной камере за критику той войны, что Владимир Путин развязал в Украине. Я хотел бы посвятить эту награду Алексею Навальному и всем политзаключенным в мире. Несмотря на трогательные речи и громкие овации, были и те, кто не разделял всеобщего восторга. Были они, правда, за пределами зала. Так победу Навального резко осудили в Киеве. Если Оскар вне политики, как тогда понимать документальный манифест Навальный, в котором внутрироссийская политика льется через край? Если Оскар вне контекста войны в Украине и массового геноцида украинцев, зачем тогда постоянно говорить о гуманизме и справедливости? Почему победу фильма, который критикует политику Кремля, Киев воспринял как личную обиду? Ну, все дело тут в том, что за титул лучшего документального фильма в этом году сражалась и украинская лента «Дом из осколков», повествующая о детях Донбасса. И ей награды не досталось. Жизнь здесь всегда была тяжелая, но война сделала все еще хуже. Вдобавок, организаторы Оскара уже второй год подряд не разрешают президенту Владимиру Зеленскому выступить на церемонии с речью. Сами академики такое свое решение никак официально не комментировали, но по слухам они просто придерживаются следующей позиции. Оскар это праздник кино, а не политики. Ализа Паршина, Антон Сухорухов, RTVI. Была и традиционная печальная часть вечера на этот раз Джон Траволта, потерявший в этом году сразу двоих главных партнерш по фильмам, со слезами на глазах зачитал список тех, кто работал над картинами, попавшими в номинации, но не дожил до этого вечера. Среди них и Марина Голдовская, признанный режиссер-документалист и новатор, которая показала суровую подноготную тюремных лагерей Советского Союза, а затем сняла много документальных картин, посвященных распаду СССР и проблемам становления новой России. 30 лет она была профессором на факультете журналистики МГУ. Ее учеником в свое время был и главный редактор RTVI USA имени Евгений Пескунов. Марина Голдовская. Она преподавала на журфаке МГУ в Москве долго, три десятилетия, поэтому, конечно, у нее было много учеников. Я большой своей радости смог у нее учиться тоже, это большая честь. И среди моих однокурсников был, например, Владик Листьев, с которым мы вместе ходили на занятия к Марине Евсеевне. И она учила нас вот этой современной журналистике, которая сейчас настолько популярна. Она называла это принципом прямого кино. И Марина Голдовская была автором и таким новатором, изобретателем этого прямого кино. То есть она была первой, кто это прямое кино использовал в документалистике еще давно, еще во времена Советского Союза. Причем даже тогда уже некоторые фильмы ее были запрещены в процессе монтажа. То есть ей даже не разрешали монтировать свои киноленты, потому что такая правда жизни очень жесткая. Что такое прямое кино? Это в общем-то те методы, которые сейчас используются в телевидении всей планеты. Это обычная съемка, это метод провокации, это метод скрытой камеры. То есть комбинаторика этих трех методов дает возможность из обычной какой-то съемки, из обычного материала сделать драматургию, дать интригу, дать глубину и характер. То есть вот это все Марина Голдовская. И, конечно, было потрясающе интересно ходить к ней на занятия, когда она преподавала на кафедре радио и телевидения в МГУ и в небольшой нашей телевизионной студии мы монтировали фильмы. мы сначала делали сценарии, режиссерские разработки, раскадровки, только после этого она разрешала брать 16-миллиметровую камеру и на нее снимать короткие сюжеты. Ну, то есть это было мастерство кинооператора и мастерство телекинорежиссера, то, что преподавала Марина Евсеевна. Я встретился с ней уже здесь, в Америке, когда она сюда переехала в Калифорнии, она преподавала там в университете, в киношколе. Университет, по-моему, Южной Каролины, он так назывался, несмотря на то, что находился в Калифорнии. Ну, и Марина Голдовская, конечно же, была супер востребована как в Советском Союзе, потом в России, так и в Соединенных Штатах Америки. Но она была, знаете, если можно так назвать, она была Станиславским от телевидения. То есть масса новаций, которые сейчас используются, это ее авторство, ее творчество. И, конечно же, очень приятно, то, что вчера на церемонии Оскаров Траволта, когда начал вот этот вот траурный отсчет ушедших в 2022 году, в 2023 году, он как бы подвел и вот к этому ролику памяти Марины Евсеевны Голдовской. Почему это еще важно? Потому что Голливуд и искусство и кино России, они всегда были связаны. То есть это и Станиславский, и Михаил Чехов, и масса актеров, режиссеров, которые стояли в основе Голливуда. Поэтому важно, чтобы это все не забывалось. Важно, чтобы такие люди, как Марина Голдовская, они были в памяти, а ее методы, они по-прежнему жили, чтобы их использовали. Метод скрытого кино это очень важно. И, кстати, мы от вас, наши дорогие телезрители, тоже надеемся получать вот этот вот метод прямого кино. но присылайте нам ваши ролики, ваши видео. Если что-то вы увидите, заметите, снимете на телефон, присылайте на РТВИ, мы всегда это поставим. Мы даже можем какой-нибудь конкурс создать. Те, кто займут первые места, получат призы. И это будет хорошая память дорогой учительнице Марине Голдовской. Это все новости к этой минуте. Все самые интересные события. Впереди наша традиционная рубрика без комментариев. Сквозной американский эфир. Прощайте с вами до завтра. Редактор субтитров 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 субтитров